Так, друзья мои, апдейт на 12.15, 12.17 у нас время. Значит, смотрите, продолжаются тяжелые, тяжелейшие, я бы сказал, бои, прежде всего, самое тяжелое направление, сразу самого плохого. Херсонская область и Запорожская, то есть они пошли с Крыма, далеко они не зашли, но там наиболее тяжелые удары, наиболее тяжелые бои, это Мелитопольское направление и это направление в сторону Херсона, там вилка такая, вот, и, ну, туда довольно большое количество подошло вооруженных сил Украины, сейчас их остановят, скорее всего, ну, я буду, я не буду сообщать точно, что происходит, но, говорю, что тяжелые бои, под Черниговом остановлены, под Харьковом тоже остановлены, под Харьковом хорошо попалили танки, Нацгвардия попалила им танки, интересно, что, это вообще пацаны-срочники, им там 18 по 19 лет, ну, по состоянию наутро спалили 4 танка, еще, я так понял, несколько танков просто сброшены, потому что экипажи потекали у них, вот, такая вот ситуация. Плохо то, что продолжают сыпаться ракеты, конечно, ракеты падали в Киеве, ракеты падали вот только что в Броварах, ракеты падали в Одессе, короче, в Умани упала ракета просто в жилой сектор посреди улицы, и там, по-моему, есть жертвы, в Чугуеве то же самое, ракета в жилом секторе, ну, что вам сказать, ребята, действия Путлера ничем не отличаются от действий Гитлера, как тот бомбил гражданский, так и этот, бомбит гражданских в основном, ну, он бомбит, конечно, пытается бомбить, по всей видимости, военные части, но поскольку ракеты русских, сами знаете какие, падают они куда попало, вот, то есть в настоящее время тяжелейшие бои, самая стабильная обстановка, самая четкая обстановка в Луганской и Донецкой области, противник там не прошел ни на шаг, то есть в зоне ООС, где наиболее боеспособная часть Украины, они, да, они взяли счастье, это было с самого утра, но потом с большими потерями от этого счастья отошли, оказалось, он для них несчастливым, вот, больше каких-то там завоеваний они не делали, насколько я знаю, они захватили Меловой, это село на, или небольшой, ну, такой ПГТ, на границе Украины и России, да, активным бомбежкам подвергается Харьков, вот, ну, собственно, все, а, несколько беспилотников сбили на настоящий момент российских, и интересно, что сбили седьмой самолет, это точно, то есть, это то, о чем я уже могу говорить, сбили седьмой самолет вооруженной силы российской, ВВС России, интересно, что при этом Путин заявляет, что самолеты не задействованы, ну, а сбивают, значит, их там нетов, Марсиан, что ли, сбивают, да, ни один украинский самолет не подбит, не пострадал, вот так вот, друзья мои, пока что ситуация следующая, спокойно держимся, держим оборону, паники нет, все нормально, все будет хорошо.